Добрый день, дорогие друзья! В прямом эфире для вас работает проект «Союз онлайн». Меня зовут Надежда Калинина. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет концерт группы «Ларго». Что ждет зрителей, расскажет мой коллега Глеб Ильинский. Глеб, добрый день! Добрый день, Надежда! Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Группа «Ларго» – полноправный участник эфира на нашем канале. Она завоевала любовь и тех, кто работает на телеканале «Союз», и тех, кто его смотрит. Какой репертуар артисты представят публике в Санкт-Петербурге? Я бы с удовольствием сам рассказал о группе «Ларго» очень много интересных фактов. Потому что просто мне действительно тоже очень нравится эта группа. Я и слушатель, и как работник телеканала «Союз» разделяю ваше мнение по поводу совершенно исключительного таланта этой группы. Но, что называется, у нас «Рояль в кустах», то есть у нас группа «Ларго» здесь. Я им задам вопрос о том, что нас ждет сегодня у нас вечером в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, ребята! Уж извините, что я так сказал про «Рояль в кустах», но на самом деле это не «Рояль», а просто, мне кажется, что… Просто «Трио». Просто «Трио» с таким именем замечательным, как «Ларго». Ну, все-таки, что нас сегодня ждет? Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Союз». Для нас огромная честь сейчас оказаться в прямом эфире и, конечно же, радость. Сегодня нас лично, наш коллектив, ждет большая радость от встречи со зрителем. Мы всегда с нетерпением, мы в предвкушении, мы всегда волнуемся перед встречей, готовим программу, думаем, какую песню за какую поставить. И, вы знаете, сегодня будет праздничный духовный концерт нашего коллектива, который будет состоять из разных жанров, разных музыкальных направлений. Это будет духовная музыка, авторская, народная. И, вы знаете, мы просто волнуемся и ждем, ждем этого вечера. Ну, у меня еще один вопрос есть. Я тут с неким таким пиететным волнением узнал о том, что вы все время развиваетесь, вы все время ищете что-то новое и не стоите, что называется, на месте. И у меня возникает такой вопрос, а что нас вообще ждет впереди? Ну, впереди нас ждет выпуск четвертого диска. Он будет отличаться от первых трех. Первый был «Слава Богу за все», второй «Благодарю тебя, мой Вседержитель», и третий «Великопостных песнопений», «Душе мое восстание». А четвертый будет отличаться тем, что мы споем самые главные песнопения Божественной Литургии. То есть полностью литургию хотим, свой диск выпустить, своих песнопений. В нашем исполнении. В дальнейшем, ну, это считаем своим долгом просто, как православные люди. Мы занимаемся этим материалом. Это непросто, непросто дается. Здесь нужно глубинно изучать эти моменты. И нотный материал, чтобы подходил именно для нашего звучания, для нашего коллектива. Поэтому, ну, надеемся, что у нас получится. Да, также мы хотим делать диск с народными песнями, вот планируется. А в репертуаре коллектива много-много, целая масса концертных программ. Как военно-патриотических, так же песни классика всевозможная, песни для наших любимых девушек и женщин. О любви на разных языках эта программа называется. Ну, то есть в нашем коллективе большой-большой репертуар. И мы думаем, что его нужно еще больше и больше развивать. Кстати, по поводу этого, мы когда сегодня составляли программу, мы опирались на то, что нам пишут люди в социальных сетях. У нас очень активно идет взаимообщение с людьми. Они пишут комментарии. Если бы мы все поставили из того, что они предложили в концертную программу, мы бы отсюда не уходили до завтрашнего утра. Так и надо так сделать. Так и надо сделать. Знаете, очень приятно, что у нас такое общение. Мы благодарны каждому человеку, который находит наши социальные сети, общается с нами. Мы всегда сами все ведем, отвечаем на все вопросы. Мы очень открытый коллектив и ведем социальные сети сами. Для нас это тоже очень важная часть работы. Хотели бы зрителям сказать, могут на YouTube-канал наш зайти и написать «Союз», и мы подарим диск тем, кто зайдет на этот канал. Давайте сделаем конкурс. Под видео напишут «Союз», и мы подарим диск. Отошлем. Так, вы мне потом внимательно это все еще раз объясните, потому что, чтобы я это успел сделать, чтобы получить этот диск. Ну, а я не могу, конечно, вас отпустить без того, чтобы порадоваться вместе с нашими зрителями, если вы что-нибудь испоете. Попробуем. С радостью, конечно, дорогие телезрители. Помощи Божьей, всего самого хорошего. Мы вас очень любим. И все, что мы делаем, мы делаем для вас. Слово «Мама» дорогое, мамой надо дорожить, С ее лаской и заботой легче нам на свете жить. Если мать еще живая, Счастлив ты, что на земле, Есть кому, переживая, помолиться о тебе. Когда был еще младенцем, И она в тиши ночной, Словно ангелу постели, Словно ангелу постели, Охраняла мой покой. Если мать еще живая, Счастлив ты, что на земле, Есть кому, переживая, помолиться о тебе. В раннем детстве беззаботном Я не знал, как трудно жить. Мать трудилась, чтобы было, Чем кормить и напоить. Если мать еще живая, Счастлив ты, что на земле, Есть кому, переживая, Помолиться о тебе. Группа «Ларга» в Петербурге. Ну и всегда с нами. Надежда. Спасибо, Глеб. Я благодарю своего коллегу Глебу Линского и группу «Ларга». В продолжении этой встречи в прямом эфире я хочу процитировать слова, которые митрополит Тихон Шевкунов посвятил поэту Леониду Дербеневу. «Бывают в жизни удивительные, счастливые открытия. Таким стало для меня творчество поэта Леонида Дербенева. Случайно в машине я услышал слова незнакомой песни. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Казалось бы, эстрада – просто занятная песенка, но ее содержание и поэзия по-настоящему изумили меня. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся, а мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя». В казавшихся, на первый взгляд, легкомысленными куплетах раскрывалось ни больше, ни меньше, как о великие законы духовной жизни. Чем дальше я слушал, тем больше удивлялся. «Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь в мелькании дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильнее». Я был поражен. Хотелось в первую очередь узнать, что за необычайно талантливый человек написал эти стихи. «Христианин ли он? Ведь мысли, поэтические выраженные им, были совершенно в русле православной христианской традиции». К тому же автору удалось облечь их в удивительно изящную и ненавязчивую форму, и философичную, и понятную большинству людей. Песню Леонида Дербенева и Александра Зацепина «Этот мир» мы с вами услышим в исполнении арт-группы «Ларго». Выше руки, больше жизни, Санкт-Петербург! У нас с вами все будет хорошо, потому что мы должны любить друг друга, помогать друг другу и заботиться. Спасибо Господи! За то, что только раз в году бывает май, за блеклую зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль, кому-то не ся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один есть способ есть, нам справиться с судьбой, один есть только путь в мелькании дней. Пусть тучи разогнать нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, Этот мир придуман не мной. Лирический баритон Александр Порожный, Лирический тенор Владислав Судаков Контертенор Владимир Соколов И вместе мы арт-группа Лорго Поехали! Этот мир придуман Еще Этот мир придуман Этот мир придуман Не нами Этот мир придуман Не мной Этот мир придуман Это был фрагмент концерта арт-группы «Ларга» в центре «Святодуховский». Напомню, сегодня в городе Наневе снова можно услышать любимых артистов, что называется «Вживую». Еще один анонс предстоящего события, на этот раз в Биробиджане. Новый мультипликационный фильм «Священная земля под сенью Албазинской» представит в эти выходные участникам второго дальневосточного православного медиафорума «Доброе слово». Трехсерийный мультфильм посвящен Албазинской иконе Божьей Матери. В нем отражен не только творческий вымысел, но и уникальные исторические факты. Картина рассчитана на зрителей любого возраста. Предлагаю вашему вниманию тизер-трейлер мультфильма. КОНЕЦ По благословению архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема второй дальневосточный православный медиафорум «Доброе слово» пройдет в Биробиджане 14-15 сентября при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018-2019». А премьера мультипликационного фильма «Под сенью Албазинской» состоится в эту субботу в 12 часов в актовом зале гимназии номер 1. С другими мероприятиями форума вы можете познакомиться на сайте форум-доброе слово.рф На этом у меня все. Желаем вам хороших выходных. Увидимся в эфире телеканала «Союз». Субтитры создавал DimaTorzok